Так как мы завели котиков, то мы решили переехать вместе с ними. Даже у нас двоих костей хватает, обеспечить нас двоих. Да, мне дали везу на 5 лет. Приезжайте с кошками. Ну сколько еще? Быстро сядь. Сядь. Он просто долго настраивается. Да, долго. Всем привет, меня зовут Костя. Меня зовут Аня. Мы женаты, переехали вот где-то 9 месяцев назад к Японии вместе с котиками. Мы немного расскажем о себе. Мы последние 7-8 лет жили в Новосибирске. Там учились в университете. И на третьем курсе в университете я решила пойти на курсы японского языка. Через полгода Костя пошел на курсы. И так мы учили до переезда. Вообще мы думали, что в какую-нибудь другую страну переехать. Но так как знали уже японские, решили, что в Японию. Да, но мы решили... Так как мы завели котиков, то мы решили переехать вместе с ними. Потому что оставить их с кем-то не было возможности. Так как у родителей тоже были животные. Вот и некому было оставить. Ну и оставить уже все равно не хотели. Поэтому мы решили просто заранее подготовиться и узнать. Ну и, как говорится, решили не зря. Потому что, чтобы подготовить котика к переезду, потребовался где-то год, чуть больше года. Все началось с того, что мы зашли на сайт Министерства здравоохранения и животных Японии. Там есть гайд подробный. И самое первое, это нужно было поставить микрочипы. И после этого поставить прививку от бешенства. Через 30 дней нужно поставить вторую. Да, но это именно требование Японии. В России два раза бешенства не делают, поэтому приходилось уговаривать врачей. Вот так как сделали второй раз, то не обязательно нужно сделать для Японии тесты на титры к бешенству. Но это делается только в одном месте в России. И это находится в Москве. Поэтому нужно было найти клинику, которая позволяет сделать анализ и отправить это в Москву. Ну и, собственно, мы отправили. У нас такая клиника в Новосибирске была. Одна. Одна. Она согласилась. И на одного кота это получилось где-то 12,5 тысяч, чтобы сделать тест. Но после того, как мы отправили тест, то нужно выждать полгода перед тем, как ехать в Японию. 180 дней. 180 дней, да. Это карантин должен провести в стране после взятия теста. Ну и дальше нужно было сделать документы. Необходимо это за 40 дней нужно, не менее чем за 40 дней, уведомить японский аэропорт. О том, что мы привозим к ним котов. Они присылают справку, которую нужно заполнить в ветеринарной государственной клинике и заверить в Россельхознадзоре. И также отправить им. Потом нужно получить в Россельхознадзоре справку по форме 5А. И эту справку необходимо потом будет поменять на японскую справку уже в аэропорту. Также хочется поговорить о переносках. Нам понадобились как мягкие переноски, так и твердые пластмассовые переноски. Потому что у нас был перелет в начале два раза S7, а потом японским Chao. И вот в S7 они летели в ручной клади под ногами нашего кресла. И там, ну, необходимы были мягкие переноски. А в Chao там нельзя провозить в ручной клади. Там специальные багажные отделения. И туда уже необходимы были пластмассовые переноски по размеру животных. А в аэропорту нельзя купить переноски, поэтому нам пришлось сразу с собой везти в ручной клади. Сначала в S7 пластмассовые переноски в разобранном виде. А потом уже собрать их, когда мы прилетели в Таиланд. И посадить их в самолет. Также еще необходимо заранее бронировать билеты для кошек в самолете. Потому что это необходимо. Даже если вам в первый раз скажут в авиакомпании, в какой-то службе поддержки, что не надо, то это в любом случае надо. И там уже в зависимости от того, как это нужно будет оплатить. Потому что в Chao было всего два места, а у нас два кота. Да, поэтому это обязательно нужно было их забронировать. Да, но при этом, когда мы первый раз позвонили в службу поддержки, нам сказали, что ничего не нужно бронировать, все будет хорошо. Но второй раз сказали, что нужно обязательно бронировать, и что они проверят. При этом проверка, именно проверка того, что можно посадить этих двух животных, заняла около месяца. То есть мы месяц ждали и не знали, вообще можно ли нам наших котов провести в этом самолете или нет. Хотя билеты уже были куплены. Да, но билеты нельзя оплачивать в Chao было сразу, как, например, в S7. Там просто онлайн покупаешь свои билеты, тут же добавляешь животных, указываешь вес, и все. А в Chao нужно по приезду покупать билеты. Прямо на стойке регистрации. Да, ну и плюс у нас еще не было заграничных карт, ну, заграничных банков, и поэтому мы не могли никак оплатить дополнительные услуги в Chao на сайте, там, или онлайн. Поэтому только на стойке регистрации. У нас мы сделали только в почтабанке на тот момент и в Газпромбанке карточки. Ну, в принципе, насчет животных, наверное, это все? Нет. Нет? Там только начало. Каждый аэропорт. В Иркутске нужно уведомить аэропорт. Ну да, то, что когда перевозишь животных, нужно также уведомить все аэропорты и все страны, в которые перелетаешь, потому что, ну, во-первых, нельзя просто так животных провозить из страны в страну. Нужно обязательно уведомить все страны, потому что, например, в Таиланде тоже нельзя просто так провести было. Мы уведомляли службу карантинную о том, что нужно, что мы хотим провести животных. Но там была такая ситуация, что мы написали, что мы летим транзитным рейсом в Японию через Таиланд, и нам нужно именно провести животных в Японии. Они нам прислали документы Которые позволяют провести животных Но когда мы прилетели С распечатанным документом Они сказали, что это неправильный документ Это документ на ввоз И поэтому нам приходилось еще раз Делать новый документ уже на транзит И мы платили два раза Но так как там нельзя было безналом платить Нам нужно было снять сначала деньги И оплатить второй раз за этот документ Но они, слава богу, сделали это быстренько Но у нас еще пересадка была 6 часов Поэтому совет, если летите с животными То лучше брать долгие пересадки Хотя бы 1-2 часа на животных оставлять Потому что ты не знаешь Будет ли в карантинной службе очередь С других животных Потому что, например, в Китае Есть часто билеты по 1-2 часа Но там с животными точно не успеешь пролететь Потому что у нас заняло время Именно на прохождение с животными Нахождение терминала посадки Это, наверное, часа 2-3 Также, что касается дней до перелета За 10 дней до самого полета Вы должны съездить в государственную ветклинику И они должны вам сделать справку опять И поставить свой государственный штамп Россельхознадзоре Ну, от Россельхознадзора Что ваши животные готовы У них все пролетит на документы Ну, что-то такое Далее, за 2 дня где-то Нужно позвонить в сам аэропорт Из которого вы летите Предупредить их И чтобы они подготовились к тому моменту Сертификат На почту им нужно отправить документы Когда вы придете Также должны оставить время Пока они его там сделают Пока вы там распишетесь Пока они найдут нужные документы И это все равно 1-2 часа лучше На общей номере, я думаю, желательно Ну, по крайней мере, мы так сделали Потому что мы ничего не знали После того, как мы поставили В первый раз, в принципе, прививку От карантина Мы сразу позвонили именно в Россельхознадзор В главный Россельхознадзор Именно по Новосибирской области Нам там уже дали номер Насчет того, чтобы позвонить в аэропортский В аэропорту Россельхознадзор И там мы уже обговорили все вместе с инспектором И он нам полностью расписал план действий За сколько времени нужно именно им предоставить документы Вот, но там еще нужно именно Скооперироваться с японскими также А, и главная пометка Когда будете отправлять письма в Японию Они должны быть больше 3 мегабайт Да, чтобы они дошли до них Да, потому что мы отправляли И у нас никак не доходило до тех пор Пока мы не узнали данный момент Также Иосиф у нас был пухленьким В авиакомпаниях ограничения до 8 килограмм А он был больше Поэтому за полгода он начал немного худеть Потому что мы до конца не знали В какой авиакомпании полетим И какое будет ограничение по провозу животного Поэтому тоже подумайте о том Если ваше животное хотя бы чуть-чуть Может похудеть, то было бы хорошо Ну, в принципе, он был толстенький Потому что когда мы взяли кровь на анализ Именно к бешенству Нам позвонил врач и сказал, что ему нужно похудеть Да, потому что у него толстенькая кровь Также мы, ну, кошки уже неспокойно Поэтому мы покупали успокоительное Специально для кошек Экспресс Успокоин Мы каждые 6 часов Ну, на каждой пересадке Мы давали им таблетку Они засыпали Ну, были, как сказать Превращали в колбасах Да, в колбасах, да Они были спокойные Это не так было тревожно для них И поэтому тоже советую обязательно Да, потому что это очень большой стресс В любом случае для животных Так как, в принципе, лететь там тряск Много людей Также стоять в очереди в аэропорту Это все равно очень много людей Вот, так что лучше попоить А еще также лучше взять при перелете с собой Шприц Шприц пластмассовый Ну, вытащить все иголки Просто положить его там в карман или куда-то Потому что поить их все равно нужно будет Покормить их, к сожалению, не получится Так как в Японию, по крайней мере Воз кошачьих кормов запрещен Запрещен, да Вот, поэтому Хотя бы просто попоить их водой Я думаю, этого им будет, в принципе, достаточно В Сэвене мы заплатили За билет для кошек Где-то 7-8 тысяч Да, это за одного кота именно За одного кота 7-8 тысяч Это именно доплата Там можно выбрать в конструкторе билета Вот А в Чао 20 где-то Где-то 20-25 тысяч рублей за одного кота За одного кота, да В сумме наши билеты вышли где-то в 120 тысяч На двоих Это и без котов С котами То есть 170 тысяч где-то рублей За то, что привезти пушистик По приезду в Японию Когда вы пройдете эту огромную двухчасовую очередь Это уже надо установить Кш-кш Успокойся Кш Да, когда вы отстоите двухчасовую очередь Необходимо будет подойти к выходу из таможни Слева от выхода будет находиться карантинная служба в Японии У нас багаж находился там же уже И с кошками, они запакованы в сетках Также нас там ждали Мы подошли Отдали русские сертификаты Они там что-то подписали И отдали нам уже японские сертификаты ветеринарные И все, и отпустили нас Ну, собственно, это, в принципе, по перевозу именно животных все Но еще самое главное До переезда в Японию Начать искать квартиру заранее Чем, например, сравнивать с обычным поиском квартиры Потому что, в принципе, для животных квартир очень мало Но для того, чтобы, если вы летите так же в школу языковую То вы иностранный студент И у вас еще животные Это еще сложнее найти квартиру именно для этого Поэтому нужно откладывать, наверное, месяца 2-3 Чтобы, в принципе, на эти квартиры Чтобы были хоть какие-то варианты Да, потому что у нас был вариант всего 2 Один из вариантов был доступен только в середине апреля А мы прилетали в конце марта Вот, и второй вариант вот как раз-таки мы смогли его снять А RMB был не вариант снимать, потому что дорого Деньги все равно были как-то ограничены Поэтому, да Ну, насчет содержания именно кошек в Японии Ничем особо сильно не отличается Кроме того, что в Японии практически нет зоомагазинов В которых можно что-либо купить Вот, поэтому все приходится заказывать на Амазоне Вот, и очень большой совет По приезду Нужно купить страховку на животных Оформить Так как здесь очень дорогое лечение животных В клиниках Данная страховка позволяет покрыть где-то 70% лечения Вот это очень Можно сказать, так же, как и человеческое Это выручает Мы, получается Ну, наверное, 6 тысяч йен Ну, бы корм Ну, мы, получается Вообще, на 2 хода Где-то 3, наверное Мы покупаем корм 3 килограмма Он, в принципе, весь примерно одинаково стоит Если смотреть из одной категории Это где-то 2-3 килограмма 3,600 Да, 3,5 тысячи где-то за 2-3 килограмма корма Так как у нас одного кота Проблема с пищеварением То мы покупаем специальный код Для вывода шерсти Чтобы у него пищеварение было налажено И еще мы покупаем специальный Детический корм Для кастрированных котов Вот, это тоже выходит Чтобы Йоси удержал свою форму Да В сумме они примерно Оба по 3 килограмма И выходит где-то, наверное, Тысяч 8, наверное, в сумме За обои корма И его хватает где-то на полтора месяца На двоих котов Также, что касается Здесь очень дорогие пасты Для вывода шерсти Поэтому, если вы повезете То хотя бы одну-две штучки Вы должны с собой привезти Если вам нужно Да, ну, если такая необходимость Например, у вашего кота есть Здесь очень-очень дорого это В принципе, содержать животных В Японии очень дорого Вкусняшки здесь очень дорогие Еда здесь, ну, тоже корм довольно дорогой Магазинов очень мало Магазинов очень мало И за ними нужно специально куда-то ехать Очень далеко Поэтому лучше все заказывать на Амазоне В принципе, даже если вы найдете магазин Именно с зоотоварами Но все равно лучше заказывать на Амазоне Потому что у зоомагазинов Раза в полтора-два все дороже Мы приехали в японскую языковую школу Выбрали EastWest Потому что мы знали, что мы летим с животными Ну, мы заранее уже об этом знали Но в любом случае хотелось экономить Да, в любом случае хотелось экономить Поэтому мы выбрали, в принципе, самую дешевую Японскую языковую школу в Японии Мне так кажется Вот, поэтому выбрали EastWest Она, в принципе, хорошая Нам понравилась Преподаватели там очень хорошие Класс попался тоже очень хороший За квартиру Чтобы въехать в квартиру Мы отдали 580 тысяч ян У нас новый дом 2019 года С мусорной комнатой С велопарковкой За саму квартиру 113 500 Потому что 103 500 Это именно квартплата И еще в нее также включено дополнительно 10 тысяч Это пожарный сбор За обслуживание Всякие там дедушки Которые там на первом этаже сидят Которые разбирают у нас мусор Которые разбирают мусор Ну и плюс Засвет, кстати, очень бюджетно выходит Даже вот самые месяца Когда мы прям все время топили кондиционер У нас было 8 тысяч 8 тысяч иен Ну вот, например, зимой Четыре Ну потому что мы не прям часто включаем Так как дом не прям холодный У нас маленькая квартира И у нас четверо Не так холодно в основном Вот А за газ Выходит где-то 2700 Обычно За связь мы платим по 2,5 Интернет включен в стоимость Да, квартира За кошек страховка у нас выходит Где-то 7600 7600, да 7600 Да, за серого кота выходит 3800 Месяц, за черного 3500 Потому что Один старше другого Да, страховка Цена страховки Зависит от возраста животных В принципе Основное такое Самое большое впечатление Это то, что японцы Пытаются вести себя Более-менее аккуратно По отношению к другим Поэтому не чувствуется Такого давления Впечатление, наверное, положительное Потому что Очень чистый туалет Да, безопасно На каждой станции В каждом парке Ты всегда можешь сходить Ну, это очень удобно Где бы ты ни был Там будет чистый туалет Чисто безопасно Недорого Хочется дальше жить здесь Дальше, наверное, да Ну, по крайней мере Особная ситуация в России Пока точно хочется жить здесь Пока да Но, в принципе, все равно Есть какая-то Наверное Пока не обочая определенность Да, недостаток Именно европей Европейскости Еще за год Можно сказать Не так много друзей нашли Поэтому, наверное Чувствуем себя немного одинокими Ну, и так, в принципе Вообще Наверное, хотелось бы Потому что В плане жизни Именно Япония Я думаю Довольно хорошая страна Особенно если Человек привык Соблюдать правила Или не страшно Соблюдать правила Это довольно хорошая страна Никто не мешает Зарплаты здесь В принципе хорошие Уровень жизни Позволяет обеспечить Себе довольно хороший Даже нас двоих костей хватает Обеспечить нас двоих И даже четверых С кошками вместе Одной зарплаты хватает Чтобы все покупать Ездить Каждую неделю Уходить в какой-нибудь парк Или кафе Да, то, что даже говорят Например, что зарплата Здесь в принципе ниже Чем в той же самой Европе Если там На одни и те же вакансии смотреть Но здесь По крайней мере И уровень жизни Намного дешевле Чем в той же самой Европе Здесь довольно хорошие цены Особенно сейчас Цены на яйца Даже дешевле, чем в России Поэтому Очень классно Да Приезжайте Да Приезжайте с кошками И собачками Да Пока Пока